Эпопея с реконструкцией моста Коцебу длится уже два года. Несколько раз рабочим приходилось ремонтировать уже отремонтированные. Но сейчас строители уверяют, вполне могут успеть и за месяц. Сам мост Коцебу построили в далеком 1891 году. По легенде, ограду делали на том же заводе, что и Эйфелеву башню. Такие детали во многом и замедлили темпы восстановления инженерного объекта. Не знаю, до которого уровня это согласовано с принципами научной реставрации, с максимальным сохранением аутентичных деталей. Весь этот французский чугун, из которого собран этот мост, не очень понятно. Но вроде бы детали аутентичные. И то, что их собрали вместе, почистили и восстановили, это радует глаз и душу Одессита. Хоть и гораздо дольше изначально предполагаемого срока, но мост Коцебу все же будет доведен до ума. Правда, восстановленные ступени по обе его стороны ведут нас к настоящему клондайку для урбанистов и реставраторов. Длительная, почти скандальная ту реставрация, то уже ремонт моста Коцебу планируемо закончится еще в апреле месяце. Кажется, наконец-то подходит к концу. И вот по такой обновленной красивой лестнице одесситые гости города будут попадать в обычные одесские трущобы. Деволановский спуск – яркий пример одесских контрастов. Здесь напротив развален современные бизнес-центры, а точнее их черный вход. Разговоров о восстановлении этой улицы хватало на всех мэров последних 30 лет. Но ВОЗ и ныне там. А вот по словам историка Олега Лугового, так было не всегда. Изначально спуск являлся важной торговой магистралью и входил в портовый район города. Потому что она настолько важная с транспортной точки зрения. Она постоянно была центром внимания городских властей. Ее надо было замащивать, в ней надо было устраивать ливневую канализацию, чтобы ее не затапливало. То есть, по крайней мере, с точки зрения благоустройства, это было необходимо не только для самой Балки, но и для всего города, для припортового района. По мнению Лугового, если бы по Деволановскому спуску восстановили транспортное движение, это значительно разгрузило бы Польский с его извечными пробками. Да и сама улица вздохнула бы с облегчением. А вот архитекторы столь плачевное состояние этого участка называют исторически сложившимися реалиями и предлагают свой вариант его обустройства. Особенно сейчас, мне кажется, что восстановление Деволановского спуска, это может быть и очень перспективный проект, потому что, по сути, например, на модной такой волне восстановления всякого промо, промышленные здания, которые уже не используются в черте города, они, там, памятники архитектуры, активно переоборудуются под какие-то рынки, под какие-то такие молодежные фестивальные площадки и так далее, и так далее. Деволановский спуск в моей идеальной Одессе как раз такой объект, где можно сделать что-то достаточно камерное, интимное, вот такое интересное, отдать людям, в общем. На деле же проблема реставрации Деволановского спуска кроется в собственниках здешних домов. Никто просто так со своими владениями в историческом ареале города расставаться не хочет. И многократно заявленные планы чиновников по строительству здесь спортплощадок и галерей пока остаются просто словами. В 95-м году спуск Вакалинчука переименовали в Деволановский спуск. Но красивое название только на карте перекрыло местные трущобы. А по факту это осталась все та же, описанная еще Максимом Горьким, Одесская канава. Анастасия Левкович, Григорийевич, Телеканал Репортер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова